Вот и веселей, говорят, до станции. Сыданий, а станция-то там с войны ещё заварена. А потом я один как-то возвращался, воровоз отговорил и… Слушай, если радиации нет, получается, мы теперь всех из Москвы вывезти можем? А неважно, какая радиация, товарищ американец, жителям Москвы придётся остаться в Москве. Почему в самом деле? Совсем мало отъехали, а радиации нет. Это у вас в Америке, может, так всё просто было. А у нас тут всё всегда очень сложно. Солданам и герои, но… Отвечу, ну-ка… В общем, они скоро поняли, что видел я котлован. И давай мне про шпионов по ушам не идти. Ордеров, а там по ради музыки какой нету… Внимание! Надо же, нашёл! Спасибо, Артём! Сразу веселее стало! Ха-ха-ха-ха! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 А вы давно с этими с глушилок работать начали? Что, Моисей наш, чуешь, какой воздух без намордника сладкий? Или не сладкий? Сколько у него оттенков вкусов-то всяких! Странное чувство, да? Помню, как ты нам рассказывал, что на Останкинской башне противогаз снял, когда по темным ракетами шатерат. Тогда воздух, небось, горчил? Ну вот, почтите! Они меня чем завоняли? На мере, что, мол, опыт мой обманутся. Здравия желаю! Ну что, Артем, карты с таким полковником цвет поставили. Коди по дороге. Артем, привет! Ну, давай! А то я, честно говоря, уже упарился. А то хорошо в этой работе. Как-то забываешь, что зима на улице. А если бы еще потом все тело не ломило, вообще курорт был бы, честное слово. Вот, говорят, механический труд успокаивает. Не ворудовщик. Все? Да ладно, давай дальше я. Ну, я не верю, поднимусь. А два месяца назад они людьми на... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!